Он вот так вот головой делает. Почему ты считаешь, что это Чингис, который подходит к двери? Почему ты так думаешь? Я так думаю, потому что кроме Чингиса я тут никого не знаю. И иногда даже ночью кто-то стучит. И он хорошо говорит на русском? На русском, конечно, хорошо. То есть Чингис, который живет в этом доме, который четко и ясно говорит по-русски. Четко и ясно говорит по-русски. И у тебя ощущение, что это Чингис? Мне так кажется. Потому что ты его видела когда-нибудь? Чингиса? Да. Как, конечно же, видела. Разговаривала с ним? Нет, в смысле здесь я его не видела. Он сюда никогда не приходил? Сюда не приходил. Вообще никогда не... Раньше, когда еще приехал только, он приходил ко мне. И что он говорил? Да, и закурить, потому что родители не разрешают еще, когда отец жил его. Мы сидели вот здесь. Здесь, здесь? Он говорил, зачем они меня сюда привезли? И почему... Запахи цветов. Запахи после дождя особенно. И ты... А почему ты считаешь, что это он? Почему? Почему ты считаешь, что он звонит и говорит? Потому что он рядом живет. А голос тот, который... А голос он может поменять. Любой человек может. Но он похож на тот голос, который ты знала. Который... Голос, когда был ребенка еще. А теперь он уже повзрастевший голос. Голос? Какой? Голосами меняются? Какой именно голос? Ну, вот это какой... Ну, как я тебе могу сказать голос? Лисово писать еще можно. А голос... А он вечно в кепке. И вот так вот кто-то делает головой. Да, он действительно все время в кепке. Ну, так вот. Он говорит, что он Чингис? Он не говорит, что он Чингис? Он не говорит, что он Чингис? Он не говорит, что... Или он все-таки намекает, что он Чингис? Он не намекает ничего. Он так скажет и... И так вот головой сделает. Тогда почему ты выполняешь их условия? Если ты думаешь... Ну, а вот я так знала, что будет такая проблема. Ну, почему ты выполняешь его условия? Почему... Если ты думаешь, что это Чингис, почему ты выполняешь условия, которые... Потому что он все что угодно может сделать. Он однажды лез в окно сюда. Стучал. Отец еще его. Что, что, что? Когда еще жил отец, он однажды стучал вот сюда, в это самое, в окошко. И что он хотел? Он хотел... Я хочу на тебя посмотреть. Это когда он еще живой был, больной. Кто? Его отец или Чингис сам? Его отец. Вот сюда стучал? Да, вот сюда стучал в окно. Ну, и поэтому ты боишься Чингиса? Я думаю, он тоже взрослеет и становится ненормальным.